хашки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара со смысл мы продолжаем проходить чернобылит и в прошлой серии мы значит команду себе подобрали таракана спасли его задницу а теперь мы собственно проходим дальше и надо идти по воспоминаниям и по прочим делишкам набирать себе по-моему по-моему насколько я знаю в команде может быть пять человек я по-моему давным-давно скриншот какой-то видел но не могу ошибаться могу ошибаться так таракан с тобой болтать не будем есть разговор игорь я весь внимание я тут узнал кое-что нар готовится к масштабной поставки припасов может и пищевые пайки завезут нельзя упускать такой шанс ты похоже времени зря не терял отлично я этим займусь ну пойти пищевые это конечно опа я вообще про это забыл ничего не ждем я просто подбирал вот сейчас мы пойдем по заданиям поэтому присаживайся поудобнее заваривать чаек кофе печенюшки пельмешки кренделька какао все как мы любим приятный просмотр не звать ставь лайк этому видео аванса можно поставить чтобы было просто потому что можете злайк поставить но лучше лайк конечно очень приятно очень мотивирует складываем сюда спиртяжку и чем еще подобрали патроны макарова не нужны то вроде коне короче вроде как и все так это мы удаляем зачем нам это писать до крошки ну все погнали погнали просто выполнять задание значит что у нас тут а так это все таки это основное задание оборудование нару очень хорошо охраняется на каждом ящике кодовый замок что-то биометрический пароль но кое-что из вещей приготовлен для перевозки возможно достать достать я не уверен что это очень важно но в любом случае нам сначала надо пойти к нашему старому другу семену порт припяти ну вот и мы собственно туда и пойдем вот рыжий лес за патронами пойдет значит механ за едой пойдет значит сашко и и вот этого вот монстра какого-нибудь пойдешь убивать оливер а ты короче таракан останешься на базе будешь охранять тут готовить еду бредить и все в этом роде так порт припяти на всякий случай хочу глянуть порт припяти порт припяти вот там одна фотография вот как ее найти не знаю но мы очень постараемся возможно я это сделаю не на запись чтобы вас особо не отвлекать от нормального просмотра давайте поехали да мы прокачали свой кпк прошлой серии и теперь мы даже можем видеть врагов с помощью скартный момент игорь могущественный союзник в таком опасном месте может все изменить ты всегда был таким доверчивым очень хочется верить что тебе это не навредит да я не доверчивый просто вместе держаться важнее когда вокруг кучу говна и врагов они же мне тоже помогают как ни крути я бы один бы не смог бы никуда дойти мне нужна база мне нужна еда прикрытие информация да ради этого приходится помогать другим вон сканер смотри как просто жесть как перезаряжается за секунду так у нас тут есть вопросы да так а нам вот туда чё за херня подожди чё за херня а все понятно это могут вон лишь показывает красную точку там мог бы правда это очень плохо заметно на самом деле это вот так вот на темном фоне на светлом фоне тяжеловато вот так вот замечать это все будет так давайте пока скалашом на и на походе а где вопрос только что же вопрос был странно блин может где-то здесь фотография ну я конечно понимаю что фотографии это тихо что это не несут балин цветочек мне показалось ли ходит кто-то так вон цветочек вон еще враги а что такое а не знаю а я там смотри наверху то враги а это что такое какая-то бумажка но это но это сто процентов не то что мне надо так идем на задание не отвлекаюсь так а вот тут уже начинается жесть скорее всего о чем а к семёнову к семёнову он сказал что он оставил документы и надо их забрать здесь же да здесь и кажется я уже начинаю слышать этим так выше мне надо выше подниматься так фонарик до хереть так вроде нормально все тихо чисто что хотел сказать то что ты хотел сказать я что-то хотел сказать у меня аж дар речи пропал не знаю почему монстр появился мне нужно сейчас выше еще выше чуть ли не на крышу так сейчас выше да сейчас тоже выше реально на крышу охренеть чё за рык но еще я готов сражаться так вон цветочек но он мне уже он мне уже не помешает вот это вот херня напрягает вертолет охренеть это чернобыль это че смотри это че с но когда мы стоим на базе там короче в кубу купол он давайте что у нас тут улика наверное это и есть документы которые мне оставил профессор семёнов это документы для того чтобы так как тут приблизить подожди отдалить пока а в смысле не могу пока ничего не надо да так это это скорее всего чс это подход как обойти туда сюда это вот энерг вот это это главный энергоблок вроде как а вот это но это есть так по карте я так примерно даже знаю как примерно выглядят эти козлов ни хера бежать на базе нар наверняка есть ценные сведения если включить мозги я смогу потом навешать им лапши на уши блин а он мои эти припасы то не заберет давайте сдадимся ни хера себе я же сдаюсь на хера меня бить то я бы мог сбежать да я бы мог короче убежать по ходам там отстреливаться куда-нибудь там из зоны выбежите но по сути да на мою фамилию козлов я руковожу служба и безопасности на хотя уже в курсе знаешь я сыпь по горло этим дерьмом каждый день одно и тоже охранить зону от нарушителей чокнутых которые достают моих людей и не дают нам спокойно работать если бы ты был очередным темным туристом или сталкером или как там эти идиоты себя называют было бы куда проще но мы оба знаем что это не так ну что готов поговорить со мной на чистоту как мужчина с мужчиной так он не заставит так подожди не заставит меня говорить всего лишь проявить силу воли промолчать лучше не держать язык зубами мало ли что может произойти попытаться успокоить его да давайте поговорим как цивилизованные люди здесь проводится крупное исследование очень важно ты об этом знаешь поэтому ты здесь так может тебе сложно в это поверить но все это просто бизнес нар заплатила украинскому правительству кучу денег за доступ к этой земле и все равно к нам относятся как к оккупантам из-за чего в зоне опасный уровень радиации эти селюки предпочитают сдохнуть от рака вместо того чтобы прожить долгую и счастливую жизнь на своих огородах мы оказываем этим чокнутым самоселам услугу не позволяя им соваться в пекло разве нет патруль вернулся генерал говорят есть новости отлично как раз вовремя прошу прощения хименюк я скоро вернусь ну чисто чисто так вот если говорить туда ну они если они реально заплатили они занимаются то это их дело чем бы они там ну особо не занимались наверное блин на самом деле мысли много вот реально очень много хочу чего сказать по своим рассуждениям мыслим так солдаты на забрали вы должны вернуться сбежать из тюрьмы даже без оружия вы способны поставить за себя нажмите б б чтобы создать ловушки в режиме строительства осмотрите тюрьмы найдите свое снаряжение елки-палки улика так показать отчета проверки безопасности на электростанции так преамбула свете предыдущего инцидента совет директоров нару уполномочил меня провести проверку текущих мер безопасности на аэс имени владимира короче ленина а также общая особенно осведомленности персонал объекта об угрозах точке проникновения уязвим места нарушителей проникли на электростанцию через канализацию хотя должно было запланировано быть только для для короче доступ только для обслуживания у главных ворот было недостаточно охранника также заставил одной из короче спящим на посту блин а чё это такое вообще так что серьезные происшествия счет проникновения на электростанцию удалено отправлены генералу козлову заключенные основные выводы такой текущий состояние безопасности для это так неудовлетворительно рекомендуется не просим на финансирование другие с других менее важных проектов для реализации необходимо ухудшение повышения уровня безопасности до максимального и не удален координатор по вопросам безопасности чел на черный сталкер блин как все взаимосвязано короче все у них было нормально обходы там всякие туда-сюда потом что-то пошло немножко не так и вот они собираются собираются комната для допросов ну у меня нож есть блин а как мне тут у меня карта есть так это чё у нас такой вопрос скорее всего моя какая-нибудь это а о чем нет б это чё доступ модифика ловушки я во первых ничего построить не могу фейерверки лазерная растяжка мина блин как много здесь всего блин надо было отсюда наверное валить нахрен точнее надо было бежать на иначе что мне изолятор блин блин Значит, мое снаряжение в главной палатке. Да, в главной палатке. А где эта главная палатка? Палатка 100% на улице. Тихо, тихо, тихо. Особо не шуметь. Так, ну мне наверх явно. Явно это какое-то подвальное, подземное помещение. Так, судя по стрелочке, на карте мне нужно выше подниматься. Блин, стелс этим. Какой-то компьютер здесь. Один включен или что включен? А он что сказал, в главной палате или палатке? Это там вертолет прилетел или что? А, или это я и есть наверху, или нет? Что я вообще тут делаю? Тихо. Здесь могут быть кто-то быть. Какая-то столовая, что ли. Так, вон там до хера врагов, кстати говоря, закрыта. Отмычка, что ли, нужна? А может я могу сделать ее? Ловушки, инструменты до создания. Ой, да я тут ничего не сделал. Это что такое? Полевая мастерская. Позволяет изготавливать фильтр для противогаза, металлические пластины. Нет. Это мне не подходит. Так, вон там врагов. Их очень много. Или нет? Опа-на! Ну все, теперь я готов. Так, быстрый доступ. Один. Все, есть патроны, так что мы уже не безоружны. Я, если честно... Блять! Блять! Я, если честно, по стелсу вообще не хочу играть. Так. Здесь я был, правильно? Правильно. Откуда я пришел? Я даже не помню, откуда я пришел. Вот я оттуда пришел, правильно? По-моему, да. Да, я помню. Или нет? А, вот оттуда я пришел. Вон там сложно пройти, а вот здесь... А вот здесь можно. Тихо-тихо, вон там он стоит. Сейчас он пойдет. И я его завалю. Но не с пистолета, не с пистолета. Нет, не переживайте. Сейчас я его завалю. Что он так долго стоит-то? Так, тихо. Короче, ждем. Ух! Да хватит напевать. Мотив другой неправильно поешь. Надо более бодрее петь. Я уже сказал. Я в прошлой серии сказал. Ты уходить-то собираешься, нет? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Блин, главное, чтобы никто не спалил. Главное, чтобы здесь никто не спалил. Я вообще хочу уже на базу уйти. Так, туалет. Ну, кстати, в такой разрухе, я бы сказал, что выглядит даже неплохо. Честно, честно, даже иногда раньше в школах или в поликлиниках и то хуже было. Не, сейчас-то нормально все, но раньше давно еще, не знаю. Мне было проще терпеть, чем ходить в такое. А сейчас это как его? А здесь еще более цели, несмотря на разруху, значит, ухаживают. Так, компоненты какие-то. Я немножко уже заплутал. Ну нет, подожди, нет. Вниз точно идти нельзя. Надо идти наверх, надо искать лестницу наверх. Кстати, я еще патроны подобрал. У меня уже 11. Лифт. Вот это важно. Так, использовать. Ой, как громко, ой, как палевно. Так, как минимум я уже на свободе. Я вот не знаю... Ты что, охренел, что ли? Ты что, живодер? Охренеть. Да я тебя сейчас завалю за такие слова. Опа. Блин, я просто немножко расстроен, что, возможно, я там не все облутал. А я могу, интересно, спуститься? Блин, спуститься могу. Может, вернуться. Ну, у меня есть оружие. Я могу сейчас добыть оружие, а потом вернуться. С оружием-то обследовать гораздо проще. Главная палатка. Скорее всего, здесь где-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. блин 11 патронов это на самом деле 246 но это два магазина грубо говоря ну в принципе в принципе двоих завалить можно спокойно так он ушел блин здесь пройти не могу блин сейчас меня чувствуешь как спалит так здесь нет здесь кстати скорее всего мои вещи какие-нибудь и вроде здесь никого нету так вывернули свое снаряжение отлично отлично теперь значит автомат мы берем на первую так быстрый доступ 1 ну и все ну и теперь так экипировать значит что еще экипировать вроде больше ничего не надо надо от радиации схавать одну и подлечиться вот жалко пластин конечно у меня нет да я же пластин не надел в прошлый перед тем как вы на операцию идти ну ладно ничего хилки есть зато так будем с калашом ходить теперь ну и теперь у нас есть сканер кстати говоря со с ним а с ним с ним у нас уже все будет чики-пуки вот там внизу кстати что-то осталось я не знаю спуститься не спуститься я дробовика я кстати выкину вот этот пистолет ненужный удалить и подберу лучше патрончики я кстати готов вообще всех теперь за мне вообще ничего не страшно могу ловушки пост а а где почему не показано то кстати ты здесь чего вообще врагов что и нету что-то уазик вон включен а людей нету вообще никого нет он компы и всякие есть да здесь кучу всего я же могу просто информации очень много добыть о всяких планах замыслах исследованиях лишь кстати там была отмычка у меня же есть отмычки надо спуститься сто процентов вниз сто процентов надо спуститься на лифте вниз и посмотреть что там за комнаты где отмычка используется так ну тут все но тут в основном все компоненты тут как бы актив вот мне интересно просто где весь народ так это все патроны да это все мнем принципе то не нужно это оружейное вот тут грузовики включены уазик включен кучу света а где все ту я только одного заметил чувака то есть все оставили включенные свои машины прочее тут везде вроде как судя по всему движуха жесткая а где все непонятно вот вижу двух ой я бы на самом деле где бы на самом деле завалил бы их ну не хочу я по стелсу играть но не люблю я этот соц тем более здесь врагов не так много я всех могу завалить так вон там еще кто-то а он внизу все он внизу это значит я потом туда спущусь ничего страшного наверное придется селью серию разделять потому что я не успею пройти все пока здесь облутать плюс я еще хочу спуститься плюс тут еще вон там вопрос какой-то надо все это решить потому что вряд ли мы здесь будем ходить сюда каждый день это чисто разовая какая-то акция правильно я могу в принципе даже телепортироваться наверное отсюда подожди вон вопрос а он внизу то есть это мне в любом случае сейчас в подземку надо спускаться то есть значит я сюда поднялся чтоб только снаряжение взять ну все тогда получается сколько 30 минут пойдемте пойдемте обратно на лифт там уже враги их будет завалить просто максимально легко с моей с моим тару с моей тарушкой это просто проблем вообще не составит ну мы ближе близимся кстати к завершению игры наверное или нет потому что ну сюжет дальше идет разворачивается лут нам особо уже не так нужен ловушки строить я особо не хочу никакие вот эти но это просто мне не нужно вот если за это давали еще кучу миллион разных ачивок я бы еще может подзаморочился а так типа надо идти короче к вопросу вопрос у нас вверху это странно а я понял почему вверху давайте его завалим просто все тут один что ли был только капец всего лишь один на такую конечно базу и прочь прочее надо чуваков побольше мне так кажется фотографии здесь тоже точно не будет а знаешь почему потому что это какая-то отдельная локация разовая акция и здесь фотографии искать нет смысла здесь надо найти только здесь можно только кстати говоря и все и только ради пайков сюда пришел ну кстати пайков много пайки пригодится ладно не зря тут наверно еще и заперт кто-то ой здесь какой-то лаз есть так это явно явно для меня здесь вряд ли что-то еще есть поэтому скорее всего да мне нужно в этот лаз именно так отмычка кстати так улика отлично как и знал они проводят опыта на электростанции такая спешка чернобыль и так у что чернобылит разрастается и происходит какая-то дичь они однажды просто их все это поглотит надо быстрее исследовать и уходить наверное поэтому так тактический отчет 0504 так представляешь события это хименюк а так хименюк игорь хименюк кодовое имя ностальгия бывший сотрудник электростанции считался погибшим после аварии на чернобыльской с 86 году его мотивы остаются неясными может быть может представлять опасность из-за ошибок обширного научного опыта и знания наших недавних операциях на самом деле это странно ведь я иду к татьяне мне на все остальное это вообще насрать по идее так аксенов по прозвищу сашко сашко это наше этот кодовое имя вспышка изначально прибыл в зону в поисках своего брата руслана его дальнейшее действие непредсказуемо находится под сильным влиянием осколка какого осколка так васильев по прозвищу таракан кодовое имя васильев тут у всех типа есть реальные имена так попроще так как коду имя обломок он пережил аварию восемь шестом и похоже долгое время находился в припяти о подобностях его пребывания в городе ничего неизвестно так как до сека гб на него было уничтожено получил диагноз шизофренией был помещен всех ответить в психиатрическую лечебницу после выписки изображает из себя квазирелигиозного отшельника и стремится помешать нашей организации во всех во всех ее начинаниях так с остапенья может ольга остапенья или не знаю кодовое имя 40 утка жила в деревне в рыжем лесу да кстати это же там ольга в рыжем лесу живет по идее приемная дочь и правая рука матвея самозванного лидера местного движения сопротивления самоселов ну все понятно значит боющийся против наших интерес наших интересов зоне отчуждения но это значит только бойко кодовое имя звоночек бывший местный экскурсовок так называемый сталки потерял несколько друзей в ходе операции тайна улыбка все действия закончат провально на существование местности военному рукам на осуществление мести военному руководству я кстати не понял кто это а михаил наверно вот ну не знаю подведем итог все эти люди находятся в опасной близости от нашей опасной близости от нашей операции существует большой риск что они начнут действовать сообща рекомендую не выпускать язык из виду их и при необходимости задержать если кто-то из этих людей отсрочит реализацию проекта последствия будут катастрофическими для всей организации на не забывайте что наш успех во многом если не во всем зависит от эксперимента на электростанции координата по это так черный сталкер понятно вот она и улика так отлично очко получил я получил очко а все получается все у меня задание кстати нету я типа отсюда могу уже выйти или нет нет слушает какие-то другие места и здесь не был а зачем мне тогда сюда надо было отсюда вроде как не выбраться сканер мне вряд ли сейчас тут что-то подскажет ну все я по сути нашел улику и сделал все дела по сути мне надо убегать вопросов нету отмычка талантом есть где-то отмычка так где есть отмычка там что где-то ну-ка ну-ка так может быть внизу так внизу тоже нету ничего такого значит это где-то в другом месте это значит надо ходить бродить узнавать искать но я не хочу и скорее всего там но это скорее всего наверху наверное ну вон там что-то есть смотри скорее всего так это было вообще наверху я же уже искал наверное надо короче возвращаться на базу или может здесь где-нибудь еще поискать так ну здесь я уже прошел просто 10 раз здесь ничего нету вот если взять сканер вот я сейчас по сути нахожусь над над этой отмычкой внизу ничего нету вверху вот что-то может быть вверху ну только блин ну нет это вот я ее открыл на самом верху значки где-то здесь значит мне нужно быть подняться наверх а как мне подняться наверх я уже есть честно нет не помню честно не помню так это что лифт кстати ну все давайте поднимемся еще раз схожу последний раз посмотрю эту отмычку ну вдруг что-то важное ну вдруг ну вдруг вот важно а если меня а если вам что-то интересное есть там а какая-нибудь улика лежит так вот там вот но место какое-то другое вон там была отмычка я помню так где-то здесь да где-то вот тут вот патроны блин ну неужели вниз может это бак какой-то кстати говоря какой-то бак наверное ну а давайте уходим короче отсюда вот несмотря на то что мы ресурсы особо не собираем и уже это не так важно по вопросикам не ходим которые часто появляются просто так уже чисто идем по заданию все равно серии долги получать но это какая-то незапланированная серия на самом деле не планировал что выполнить задание целая цепная реакция что вот их уже четверо скорее всего еще один я в команду смогу так ну все давайте чё у меня так молодцы все все справились все добыли у меня 54 давайте всем пока по пайку пока не будем жировать принять все всем по пайку нет места для предметов упали на землю хорошо говорить я сейчас болен у нас еще есть место для 3 у меня одно очко не хватит кстати надо еще очко чтобы с тараканом что-то поделать давайте мы сделаем сразу отмычку одну или две да вот нифига сес когда я успел столько потратить ну давайте еще вот раз и два теперь мы сделаем теперь мы не сделаем а выложим всякое сюда так пайки так грибы трава вот это вот это вот это чернобылит надо один сделать ну и все спиртяге 3 этого 3 чернобылит один сейчас сделаем ну и да и все патроны можно конечно выложить несколько вот для дробовиков их чё-то дохера прям и для револьера тоже выложим 20 достаточно вполне да и сейчас один чернобылит мы сделаем и пластины кстати говоря а кстати здесь же есть какая-то херня которая может возвращать и вроде как можно и мастерская так нет это не то это не то или я что-то путаю так это не то наверное что-то путаю просто как же нам исправить прошлое какие-то прошлые моменты надо будет почитать посмотреть когда это можно а то я сейчас упущу момент исправить прошлое в плане какие-то моменты изменить и возможно что-то получится сделать полупа получше но сейчас у меня в принципе в принципе всего достаточно и можно просто сделать пластины дойти спать так керамика давайте сделаем штук 7 наверное как вот два три четыре пять шесть о два очка получили можно сейчас можно сейчас кстати говоря пойти и сразу покачать чтобы на это потом не тратить время дальше открыв мышонок разумеется терпеть могу этих тварей самолет построим сами понесемся над лесами понесемся над лесами а потом вернемся к маме но мамы больше нет где же она у меня от твоих разговоров мурашки таракан каждый раз а му забрал крысиный король раз два три крысиный король всегда следит за тобой куда забрал в озерск мама была инженером химиком она помогла создать источник энергии для самого первого крысиного короля озерск город сорок красивый король отдал приказ тысячам мышей и маленькие бедняжки копали без остановки копали 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 подождем в грязи под снегом леденящий холод многие погибли когда большая яма была готова они соорудили устройство а твоя мама была там а потом она исчезла превратилась в звездную пыль так всегда происходит мама была рядом достаточно близко чтобы увидеть все она раскрыла тайны энергии крысиного короля нашла ключ к загадке чернобылита мне очень жаль таракан я знаю каково это ряд близкого человека да конечно короче истории у него у меня же это так давайте так а от его разговоров реально завершено у меня тоже я такой слушаю блин особенно вот эти всякие фразы про маму про это и каким бы сумасшедшим не было его становится жалко потому что он несет он говорит но он говорит через ну грубо грубо наверное будет звучать но говорить через свою уже сдвинутую голову он же там лечился в психбольнице и все такое шизофрения и он как бы говорит на своем языке но говорит все таки вещи реальные то есть он просто и говорит по другому через свой мир и для нас это звучит как бред но он говорит типа вот как обычно ну короче ты понял все значит маскировка экономика давайте маскировку сделаем отлично я готов учиться я готов учиться в игоре вселяется какой-то другой человек на одну секунду знаешь в чем главное преимущество это то же самое что оливер и не в размере главное преимущество мыши в умении быть незаметной и этому я тебя сегодня научу мышанок вся фишка тут в маскировке и контроле дыхания стать абсолютно невидимым у тебя конечно не выйдет это умею только я и крысиный король да я его уже видел полностью слиться со своим окружением короля я видел так что это уже все оставайся в тени он не остался в тени в густой траве они скроют твои движения носи одежду природных оттенков темно-зеленого или коричневого цвета следи за дыханием будь как тень будь совсем как мышонок мышонок а теперь применим знания на практике я буду крысиным королем а ты попробуй подкрасться ко мне хорошо это будет очень легко начинай когда будешь готов мышонок короче с оливером мы тоже так тренировались так что это все не сложно вот вопрос теперь в другом он сказал типа как крысиный король это скорее всего генерал козлов или вот который был который меня в плену держал главный вот он себя уже раскрыл я уже знаю его лицо и поэтому и поэтому будет проще когда ты знаешь своего врага в лицо то становится проще ты понимаешь ты знаешь что тебе делать ты ну как сказать ты понимаешь где твоя цель мышонок хорошо если это поможет тебе выжить когда ты ищешь то не знаю что не знаю где не знаю как не знаю почему да умеешь все я отличный да да это я уже слышал все идем спать ложиться спать новый день дверь закрыть нельзя фотку мы опять не нашли но в следующий раз я обязательно посмотрю где их искать хочу их найти хотя бы еще парочку вот когда ты знаешь кто твой враг вот допустим ты пошел в зону ты не знаешь где искать не знаешь что но когда ты знаешь кто главный кто противник как выглядит у тебя уже с чисто психологически ты понимаешь с кем ты борешься ты можешь по-прежнему не знать что тебе делать но зная врага в лицо есть какая-то даже цитата что-то там каких-то великих полководцев или кого-то там но я сейчас не вспомню но что-то такое знаю врага в лицо что-то там короче всем спасибо за просмотр давайте ляжем а у нас кстати есть улики мы же улики нашли паутина лжи черный сталкер женщина в красном да еще недостаточно но но скоро мы найдем эти улики а пока что пойдем спать и всем огромное спасибо за просмотр за поддержку очень благодарен каждому подписчику каждый кто подписывает смотрит ставит лайки всем огромная огромная благодарность ребятушки вот жмакайте колокольчик чтобы не пропускать следующие видосы комментарии пишите я обязательно всем отвечу вот ссылка в описании есть на бусте там уж поддержать канал поддержать так сказать мои труды сказать спасибо ну и продолжим в следующей серии всем спасибо всем пока